Вот дальше стоит здание столовой. Мы сейчас как раз там ремонт ведем тоже. Окна поменяли, все поменяли, отопление сделали. До того, как промышленный парк «Пионер» начнет работать в полную силу, осталось совсем немного. Расположенный на территории бывшего кирпичного завода, он уже изначально имел инфраструктуру. Сейчас же основные строительные работы ведутся на самой большой площадке, где по планам летом следующего года запустит свое производство компания по производству листовой окрашенной стали «Камосталь», принадлежащая китайским инвесторам. Оценив уровень готовности «Пионера», мэр города высказал свои пожелания. Хотелось бы, чтобы и эстетически он выглядел соответствующим образом. Конечно, конечно. И по фасаду, и по промышленному дизайну будем говорить, и по устройству. То есть, какая поддержка нужна с точки зрения архитектуры, иных каких-то вопросов, где мы можем быть полезны, скажем, где наша помощь может быть, будем ее указать. Следующим пунктом выездного совещания стал Нижнекамский молочный комбинат. Нынешним летом здесь произошли кардинальные перемены. Комбинат перешел в руки другого владельца – самарской компании «Долима». Тогда самым болезненным стал вынужденный административный отпуск сотрудников. Сейчас примерно половина штата, 95 человек, уже вернулось на родной завод. Решив этот вопрос, руководство комбината столкнулось с другими сложностями. Смена марки «С просто молоко» на Домашкино стало сдерживающим фактором. Продукция с малознакомым для нашего потребителя брендом тяжело входит на местный рынок. За ее дегустацией члены рабочей группы обсудили эту и другие проблемы. Сейчас проблемы одни, проблемы роста. Я показал уже нашу производство, есть резервы, хорошие резервы для увеличения продаж. Есть новая марка, линейка, новая продукция с новым брендом. Естественно, сейчас нужно выйти на рынок. До сих пор многие люди покупают челнинский, просто молоко, который они выкупили бренд, думают, что это наше, потому что упаковка старая, и там будут пипятки. Поэтому маркетинг, бороться надо, да, кукулироваться надо. Закупка нового оборудования, нехватка площадей, увеличение объема выпускаемой продукции. На сегодняшний день задействовано лишь 15-20% от производственных мощностей. Забот у молочного комбината хватает, как хватает и сверхзадач. К примеру, доведение мощности до 150 тонн молочной продукции в день. Наталья Лушникова, Евгений Лызаев, Новости НТР.